Мы будем считать, что множество XC состоит из невыраженных изолированных особенных точек V. В окрестности функция F обращается в ноль на своем периоде в L точках. Эти точки будем называть точками поворота. И будем считать, что в окрестности каждой точки, Tau L, функция F представляется вот таким вот образом. Здесь Tau L, я считаю, как это круто натуральное значение. Так, следующее, так быстро. Вот выписано уравнение движения, и мы будем искать двоекосинтетические решения. То есть, если мы возьмем какие-то две точки на многообразии U, будем называть решение двоекосинтетическим, если выполнены следующие условия, что предел Q в результате смеси-то списной бесконечности, это, соответственно, X1 либо X2, ну и скорость стремятся к нулю. Основная тайма такая, что если у нас выполнены положения A0, A2, то тогда, и есть еще некоторые дополнительные условия трансферстальности, о которых чуть попозже скажу, то для любой пары точек из множества Xc существует бесконечно много, а да, существует, во-первых, множество эпизолом большое H на интервале от нуля до эпизолом маленькое нулевое, достаточно большое множество эпизолом H, значение параметров, для которых существует бесконечно много двоекосиментатических траекторий для уравнения, для системы А1. Что можно сказать про эти траектории, как они выглядят? Особенность такая, что большую часть времени живут в окрестности положения равновесия, да, то есть положение X1 или X2. И переход отчисляется как раз в момент времени, когда функция F обращается в 0. с окрестности точки поворота у нас происходит передскок одного положения равновесия, а в окрестности другого положения равновесия. Ну, второй, наверное, нигде уже не буду. Третье, значит, как устроено вот это множество эпизолом большое H? То есть мы должны из интервала 0, эпизолом маленькое и нулевое, выкинуть счетное число интервалов очень маленькой длины, экспоненциально маленькой длины. Ну, если следствие такой теоремы, о том, что, если мы берем, на самом деле, последовательность, произвольную последовательность точек из множества X, то тогда опять же существует множество эпизолонаж, такого интервала, для которого существует траектория, которые, вот, асинтетические X1 и Xn, соответственно, да, являются, но перескакивают из точки X1, из точки X1, точка X2 и так далее в точку Xn в зависимости от момента времени, соответствующих момента времени, да, когда у нас функция F обращается в 0. Очень простой пример есть для такой системы. Если рассмотреть такую простую механическую систему, двойной математический маятник, вот у нее, думаю, с массой M1, M2, обозначение довольно понятно, X1, X2 это координаты, это угол отклонения маятника к вертикальной оси, если вот ввести такие вот безразмерные координаты, параметр d, d, ε и ν, и перейти к пределу, когда d, d, ε, 0, то есть когда маленький, 2 маятник очень маленький и легкий, то тогда в пределе мы получим вот такое вот уравнение, такую вот систему, да, из двух уравнений. Первое уравнение просто уравнение математического маятника, а второе уравнение вот какое-то, да, то есть динамика его, динамика второго маятника, она обоснована динамика первого маятника. Ну, это точно, действительно. И мы можем рассмотреть ладанжевую систему, которая описывает динамику второго маятника, подвешенного, с такой функцией ладранжи L. Ну и вот если энергия ню, значит функция f, в мере такой, здесь поражаются физиологические функции, если ню в таких пределах меняется и не равняется единице, тогда функция f периодическая, с периодом 4k от ню, дк, эллиптический интеграл. Кроме всего прочего, существуют нули функции f, ну и, соответственно, их 4 штуки, если в таком открытом интервале это 4 штуки на период. Ну и если мы применим теорему, которая, основной теоремы, получается следующая картинка. Ну вот есть, есть траектория, которая ведет себя следующим образом. Вот маятник, как-то шатает, первый маятник, да, как качается. Ну и в какой-то амплитуде, да, у нас функция f обращается в 0. И в этом, значит, если мы рассмотрим второй маятник, да, допустим, в верхнем положении, а если там fxc, надо было гадать, может, критические точки, да, это плюс-минуты пауэрм, да, запустили. Да, второй маятник, он находится вдоль первого маятника. И вот при прохождении первого маятника через эти точки у нас целый маятник может опуститься вниз, а может в ней опускаться. И вот такая вот достаточно хаотическая динамика, возможность, причем, последовательность, произвольная. Следующий. И причем, да, количеством вращений, да, существует тоже произвольный. Ну, как это оказывается в теореме, значит, следующее замечание. В отличие от случаев, когда функция f не обращается в 0, тут возникает вопрос о устойчивости положения равновесия, просто возникает вопрос о устойчивости положения равновесия, да, вот x, берем какую-то точку x0 из физического множества, и возникает вопрос, а вот это положение x0 будет устойчивым или нет. Значит, когда функция f не обращается в 0, там, ну, скажем, можно применить разные методы, там, т.е.м.у.ф.е. нечего-нибудь, например, можно применить в том, чтобы она доказать, что тогда точно у нас будет существовать, тогда точно будет неустойчивое положение равновесия. А в данном случае, когда функция меняет знак, надо чуть-чуть подробнее рассмотреть вопрос. Ну, как это можно сделать? Вот можно в окрестностой точки x0 ввести некоторые локальные координаты, переписать уравнение в следующем уровне, в виде системы уравнений, и рассматривать по отдельности вопрос о устойчивости по координатам. Можно построить отображение за период, отображение по Анкаре, да, и явно сосчитать асимптотику, когда ε маленькая. Если мы с индексом k и систему, когда мы просто рассматриваем для каждой координат, если след больше двух, то тогда у нас данное положение равновесия для этой укороченной системы. Мы положили равновесие периодической системы, это, наверное, какое-нибудь периодическое решение. Нет, здесь специальный вид потенциала, там функция f умножить на v. Там всегда с критической точки функции v будет положение равновесия. Но это все равно не положение равновесия, все равно их надо рассматривать периодически решить. Они просто постоянно... Да, да, ну, да, согласен. Просто это более правильно, так сказать. Да, согласен, более правильно, да. Значит, все равно возникает отображение за период, в данном положении банкаре, можно рассматривать условия следа, и я, все равно, что-то быстро немножечко усилию его, а потом не действует, просто след будет больше двух, а след будет больше двух плюс некоторое число рога, можно считать достаточно маленьким. И вот, синтетически решая такое уравнение, можно показать, что если мы выбросим конечное, не конечное, а счетное число маленьких интервалов, то тогда положение равновесия для ката-системы будет неустойчивым. Но выбрасывая все у нас в степени свободы dn, значит, выбрасывая n-раз, такие множества, мы получим, что положение равновесия для всей системы тоже будет неустойчивым. На этом множестве эпислом большое аж. Вот так формируется эпислом большое аж. Ну, тут просто формулировка того, что получается, да, то есть, когда кадра положения равновесия неустойчива. Ну, и вот мера двинальных интервалчиков, она маленькая. То есть, если мы взяли, существует такое ицелон-нулевое, такое, что ицелон-эцелон-аж, множество, которое состоит из этого интервалчика, 0, ицелон-нулевое минус выкинутый набор счетных интервалов, и длина этих, суммарная длина этих интервалов очень маленькая. В терминах переменной тарушек? Да. Сейчас, в терминах что вы имеете ввиду? Здесь эпсилон. Я про эпсилон говорю. Параметр. Длина, длина? Да, да. Для тарушек? Нет, для эпсилон. Зависимые переменные, где вы? Эпсилон-параметр, да? Да, вот я сейчас говорю про эпсилон. А не зависит? Про эпсилон. Я говорю, что не для всех эпсилон, но я из прямой параметра выкидываю часть интервальчика. Потом, в умножить, если от 0 до эпсилон, выкидываете те, которые плохие. Да. Для оставшихся, да, выполняется что-то. Эпсилон-параметра, а если вы видите... А что это структура? Ну, там... Нет, не фрактальная, нет. Ну, очень короче. Вот эта оценка E в степени экспансиально малая, это как-то немножко... Ну, для меня, во всяком случае, странно, потому что вы предполагали, что у вас там все C2. Такие оценки обычно получаются, когда аналитические... Нет, там просто... Если смотреть вот эту неравенность, что след больше 2 плюс какой-то ρ маленький, ну, больше 2, как бы говоря, то тогда просто структура этого следа такая, что косинус умножить на косин гидерболический. И если мы начинаем... Из-за этого получается экспоненциальная малость. Если мы вернемся на слайдик чуть-чуть раньше, вот здесь, да? Такая вот оценка получается. Но если мы начнем решать такое неравенство, то тогда получится, что мы должны выкидывать маленькие интервальчики. Они все меньше и меньше становятся, если L'eppi сменится 0. Следующий, скажем, скажем так. Так. Теперь... Дальше. Давайте рассмотрим динамику в окрестной точке поворота. В окрестной точке поворота, как обычно, можно вести вот такую вот замену. То есть я фиксирую точку поворота какой-то Тау со звездочкой. И рассматриваю замену переменных времени в окрестности. То есть ворот, вот, форму молода. Такой хом. Прихожу к переменной z. И если... Здесь опять же штрихом обозначаю производную под z. И кое-кде там, если будет внимания, то точню. Значит, возникает такая вот система, да? То есть система 3 просто честно переписана в уравнение 1 в термин переменной z. Но теперь, если мы положим ε равным 0, мы получим модельную систему для этого уравнения в окрестной точке поворота. Что мы про эту систему можем сказать? Во-первых, она не зависит от параметра ε. Параметра ε не зависит. Но этот множитель до этого степени КАПа он очень быстро растет на бесконечность. А с другой стороны имеет 0 в 0. Ну и хочется доказать, что такая система имеет диктеприн... ну, синтетические траектории. Все, что выяснили. Опять же, точно так же, как и для полной системы, я ввожу только уже для данной конкретной точки поворотом множество x плюс со звездочкой и x минус со звездочкой. Это те точки из критического множества, которые... Вот, для положительных z они выставляют максимум для такой функции а на v. Вот, естественно, когда z меньше 0, тоже будет с точкой максимум. Да, естественно, вот... для плюс... для положительных z со знаком плюс это, кстати говоря, со знаком минус. Ну и... чуть-чуть более общую ситуацию я рассматриваю. Вообще говоря, для предыдущей системы у нас a, z, это z степени k по n g, некоторую константу, да? Я, давайте, разговариваю чуть-чуть более общую ситуацию, когда a, z просто удовлетворяют таким вот... таким требованием. То есть, есть 0 единственный, она стремится на бесконечности, бесконечности, да, по модулю. И третье условие, такое техническое условие. Значит, это... чуть-чуть можно его ослабить, там... Следующийся быстро. Значит, можно казаться, что существует бесконечно много двоеки синтетических решений вот такой системы. Каким образом? Ну, есть вариационный метод, да, скажем, если мы рассмотрим вот такую вот линейную пространство не очень хорошо, да, и m, да, то есть это вот гибертовое пространство, первое, да, второе, это некоторое гибертовое многообразие, моделированное на епсилон. И вот мы рассмотрим функцию хи, это вот просто ступенчатая функция, да, которая на... ступень как x- до x+. Следующий фактор. Если мы рассмотрим функционал действия, да, немножечко модифицированных, то есть форму x5, да, тогда можно доказать, что, ну, легко доказать, что критические точки функциональной логики как раз и будут двоеки синтетические траектории, которые стремятся к x-плюс к нему и, соответственно, на плюс к нему бесконечности. Следующийся так быстро. Ну, кроме всего прочего, для такого функционала можно, конечно, удовлетворять сравнение, условия поля с мэлой и, соответственно, это дает условия того, что существует бесконечно много двоеки синтетических траекторий. Ну, а дальше, дальше построение очень простое. Ну, вот сейчас некоторые предположения. Предположим, значит, QH, Q большое, H, это вот множество всех двоеки синтетических траекторий для модельной системы в окрестной точке поворота ТАУ со звездочкой. Давайте предположим сначала, да, что вот множество трансферсальных в этой синтетических траекторий не пусто. Тогда, тогда мы можем сделать следующее. Давайте мы опять перейдем в переменный ТАУ, опускаем какое-то к нулевое и такое трансферсальное решение. и будем его использовать в качестве аппроцимации к решению полной системы, да, трансферсальной частью. Можно переписать продавление таким вот образом и показать, что правая часть очень маленькая, да, обратить оператор и доказать с помощью медно-жимающих продажений, что просто существует решение. Вот здесь единственная тонкость, вот теорема, да, что если у нас для любого куну любого из трансферсальных, из множеств трансферсальных решений в этой синтетических для некоторой точки повороты ТАУ со звездочкой существует множество значений параметров. Какое? Мы должны взять, выкинуть множество плохих эписалон в точке точке х плюс, в точке х минус. И есть еще некоторые условия трансферсальности. Дело в том, что нам нужно, чтобы устойчивое и неустойчивое многообразие соответствующие модельные системы были трансферсальны в случае неустойчивое многообразие положения равновесия х плюс минус. И вот это положение равновесия в точке многообразия они там осциллируют достаточно быстро с эпсилоном. А вот в точке многообразия соответствующие модельные задачи в точке ТАУ со звездочкой они наоборот не осциллируют. Поэтому можно доказать, что вот это эпсилон с значком тр трансферсальны маленький трансферсальны Следующее замечание такое, что все это делает положение равновесия решения, соединяющие два положения равновесия X-Men X-Plus для модельной системы является трансферсальным. А как мы убедиться, что он трансферсальным? Ведь система модельная система не зависит от параметра эпсилона, а гарнионные методы не дают условия трансферсальности. Тут предлагается есть такое замечание. Можно осмотреть стандартным методом Ньютона Конторовича, а им Ньютона Конторовича. Я просто сформулировал это. Комментарии наверное излишни. Следующий выставка. Значит, было замечено следующее, что поскольку функция F по крестуточке Тауса А звездочка обращается в 0, там движение система свободная, то есть без ПТНК. Значит, и на каком-то интервале времени у нас траектория близка просто к геодезической. Вот давайте попробуем использовать метод Конторовича для того, чтобы взять геодезическую, соединяющую точки Х плюс минус в качестве начального приближения. Проблема в том, что наскольте метод Конторовича начальное приближение придумать. Ну и я делаю следующее. Беру какое-то Таум Т нулевое, интервал от нулевого до нулевого, строю там геодезическую, не геодезическую, сначала заберу геодезическую, дальше потом строю с помощью этой геодезической невыраженной решения задачи на конечном интервале, дальше пытаюсь расширить эту систему интервалов так, чтобы в пределе Т-карты стремились к бесконечности, а соответственно вот Q-карты, получающиеся на каждом всякой итерации, стремились к некоторому решению задачи. Ну, следующий страниц. Вот, что-то я описал. Нам нужно следить за первой и второй производной. Первая и вторая производная. С первой производной все хорошо. Да, значит, здесь две особенности. С одной стороны, при точке Т равняется нулю, у нас система, траектория близка к некоторой геодезической, с другой стороны, если такая Q существует, то тогда он очень быстро, консенсально быстро стремится к X плюс минус. То есть, на самом деле, должны рассмотреть задачи на какой-то конечном интервале, дальше будут поправки очень маленькие. геодезической, вот это обстоятельство очень грубое условие, когда мы можем гарантировать, что данное геодезическое, которое мы взяли, даст нам возможность построить последовательный интервал Т-ката и пропущено и К-ката решений соответствующих, которые расширяются до бесконечно до всей прямой интервал и решений, которые стремятся к трансференциальному траекторию.